И хотела бы сразу отметить, что Росельмаш сумел создать такую систему цифровизации земледелия, в которую вы можете внедряться в цифровые технологии так глубоко, насколько вам нужно. Если у вас маленькое хозяйство, то, как минимум, там система параллельного вождения. Если вы крупный агрохолдинг, то тоже площадка Агротоник может решить массу задач, в том числе управленческих. Спасибо, Лидия. Добрый день, коллеги. Доброе утро, коллеги. Что хочется сказать. Исследования теперь уже мои альмаматор. Я в этом году получил диплом Кубанского аграрного университета. И, в общем-то, очень горжусь этим. Спасибо. Спустя 15 лет работаю в средствах хозяйственной отрасли. Ну, ничего, лучше поздно, чем никогда. Может быть, когда-нибудь тоже и до профессорской какой-нибудь должности доползу. Коллеги, хотелось сегодня рассказать вам о том, куда движется Россельмаш. Ну, в общем-то, выставка Юкагра и, по большому счету, конец сезона, начало нового сезона. Вот, какие-то вопросы, наверное, очень статистически, очень правильно, вот, Евгений в своем выступлении раскрыл. Думаю, что отчасти к статистике, в том числе в Краснодарском крае, вот, в ключевых холдингах, фермерских хозяйствах, принимал участие Россельмаш со своими продуктами. Ну, и, в общем-то, хотелось бы начать с трендов, которые мы с коллегами почувствовали за последнее время, за текущий период, за сезон 2021-2022 года. Ну, могу сказать так, мы действительно почувствовали, что на рынке освободилось место, к сожалению или к счастью. Тут, знаете, как сложно, наверное, однозначно судить. В любом случае, для нашей компании, я думаю, что и для многих наших коллег, уход с рынка целого ряда игроков – это определенный вызов. Увеличение спроса на цифровые технологии идет неумолимо, вот уже последние, наверное, лет 10. И, как я говорил ранее, вот и в прошлом году в своем выступлении я этот фактор учитывал и говорил о нем, чем более доступны и цены, тем быстрее внедряется решение. Это совершенно очевидно. В Канаде, к примеру, субсидирование, покупки систем автовождения, кортирование урожайности достигает 85% до сих пор. Поэтому, собственно говоря, у них практически на всех машинах в парке стоят системы автовождения и кортирования урожайности, другие многие элементы. Наверное, сейчас вопрос о применении вышеуказанных технологий, он вообще, наверное, не стоит. Просто единственный вопрос там стоит – когда. В планах, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, даже, собственно говоря, достаточно низкая сейчас конъюнктура цены на зерно – это тоже действительно такой фактор, влияющий, как правило, на покупку. Несмотря ни на что, вот сегодня уже третий день выставки, но за прошедшие два дня спрос именно на эти продукты, он подтверждается. И, в общем-то, мы чувствуем, что, наверное, за последний год интерес только усилился. Ну, такие уже, наверное, закономерные, очевидные факторы, как повышение цен на удобрение – это неизбежно. К счастью для нас повышение у нас не такое критическое, как повышение, к примеру, в других странах, где газ стоит в десятки раз дороже, где, ну, собственно говоря, удобрение, как вы знаете, это газозависимое отрасль. Вот, поэтому в Европе совершенно очевидно и в многих других регионах потребление будет снижено. У нас, к счастью, наверное, не очень сильно будет снижаться, поэтому не ожидаем снижения урожайности, а только, наверное, его повышение. В том числе и благодаря тренду, который тоже очевиден, если кто еще не прошелся по выставке, может быть, еще откроете для себя. Вот, я лишь только утвердился в том, что технология внесения через летательные аппараты, она неизбежно к нам пришла. Несмотря ни на какие запреты, тут, как говорится, наверное, надо подумать о том, как это все легализовать, потому что у нас, в принципе, да, летательные аппараты сейчас не могут никакие летать, а на выставке, наверное, около пяти производителей представляют дроны. Ну, такая отдельная, наверное, тема. Тем не менее, уже многие попробовали и говорят, что это работает. В ультрамалообъемных дозах пробуют, и, наверное, наши соседи, где рынок дронов составляет в год около 200 тысяч, да, такая цифра, я был удивлен, мягко говоря, в КНР более 200 тысяч, и для них это как бы, ну, фермер не покупает, опрыскивает, зачем? Это сложно, это дорого. Дрон купил, он свою, у них там, по-моему, средний размер хозяйства, где-то около 10 гектаров, в пересчете, ну, в гектар, около 10 гектар, поэтому свои 10 гектаров они этим дроном облетают множество раз, и, в общем, счастливы. Ну, и сокращение рабочей силы, к сожалению, тоже такой тренд, да, он одновременно идет с автоматизацией машин, вот, и многие крупные предприятия сейчас говорят о том, что давайте уже беспилотные, потому что все, у нас уходят на пенсию старики, к нам мало идет молодежи, несмотря на какие коврижки, сложности остаются. Ну, и укрупнение площадей, увеличение сельхозплощадей, вот, я никак не мог понять, как мы получим 150 миллионов тонн, вот, но это случилось, да, вот, теперь у нас больше территорий, больше урожая, и, наверное, следующий вопрос, который возникнет, и это будет, наверное, трендом следующего года, куда теперь все это девать. Так, ну, и непосредственно про наши технологии, я думаю, что все догадываются о том, что у нас достаточно большая, собственно, РНД-база, которая пополняется, к счастью, и сотрудниками, и партнерами, и направление работы у нас, это как раз вот то, что интересует больше всего, это и мониторинг сельхозтехники, это и агрономические сервисы, ну, и, собственно говоря, система автоматизации безопасности. Ядром, вот, как Александр сказал, у нас является агротроник, который вырос из телематической платформы в полноценную систему агроменеджмента. Наше понимание агроменеджмента – это не зелено-желто-красные карты, это конкретные, значит, сервисы, которые помогают избежать ошибок. Мы, история не про то, что, вот, смотрите, здесь зелененькое, здесь красненькое, да, вот, и с этим что-то надо делать. А мы, история про то, что нарушены технические процессы, да, опрыскивание, обработки почвы, значит, оператор там не нажал на ту кнопку, на которую должен был нажать организатор. Ну, и как раз-таки система, если вы же что-то сошли не так, она генерирует сообщения, и вовремя, если, допустим, глубина посева неправильная, можно ситуацию исправить. Не потом уже смотреть на красные зоны на карте, да, а вот здесь и сейчас повлиять на вопрос. У нас практически все машины, которые сходят с конвейера в базе, снабжены агротроником. Это, на мой взгляд, очень правильное решение, потому что это уже не роскошь, это средство наблюдения за тем, что происходит с машинами, средство наблюдения за тем, как необходимо, значит, мониторить все процессы в поле. Ну, и, собственно говоря, составляющая агротроника – это целый ряд сервисов. В первую очередь, хотел сказать про роутер, второй год эксплуатации системы. Это часть агротроника с одной стороны, и часть системы автоуправления с другой стороны. Как это работает? Это система, которая оценивает размер поля, выбранные машины и ширину захвата, и выстраивает, значит, маршрут движения, где главным алгоритмом является то, чтобы сократить количество разворотов. Чем меньше разворотов, тем меньше времени потребуется для того, чтобы выполнить задание. Кроме всего прочего, если речь идет о, к примеру, уборке, то формируется точка, где будет выгрузка. Если правильно налажена логистика, то уборка проходит, ну, практически может проходить даже в два раза быстрее, это из практики. Сформированное задание улетает в систему автоуправления, у Руссельмаш их две, агротроник-пилот 1.0 и агротроник-пилот 2.0. Мы разработки ввели в параллеле, это система автоуправления на основе технологии ГНСС-РТК и машинного зрения. ГНСС-РТК – это базовая технология, так как в России не было сервиса платных поправок, мы изначально включили в технологию RTK. RTK – это технология, которая позволяет двигаться технике с точностью в 2,5 см, во-первых. Во-вторых, благодаря тому, что эта система разработана непосредственно нашими инженерами, она, помимо всего прочего, обладает возможностью автоматического разворота управления прицепным навесным оборудованием, то есть жадко поднимается и опускается в автоматическом режиме. Есть функция круиз-контроля, автоматическое управление скоростью, ну и, собственно говоря, как раз-таки карта задания, которую оформирует роутер. Такого набора функций практически нет и не было. Я надеюсь, не будет у наших иностранных коллег, которые ушли с рынка, поэтому мы с радостью всем поставим на все машины, потому что у нас еще есть, ко всему прочему, система универсальная. Агротроник Пилот 2.0 – это первая в мире гибридная технология, которая использует и машинное зрение, и ГНСС-РТК. Она выдает точность 2,5 см, при этом обладает функцией остановки перед препятствием. То есть мы машинное зрение используем как элемент обеспечения безопасности. Ну, здесь все просто, да, у вас в машине есть круиз-контроль, который контролирует скорость, ту, которую вы зададите, либо отслеживает параметр удаленности впереди идущего транспортного средства. Наш круиз-контроль работает чуть по-другому. Он отслеживает параметры объема, поступающего в наклонную камеру массы, и регулирует таким образом скорость. У трактора, кстати, тоже такая система есть. Она следит за тем, чтобы трактор работал на максимальной загрузке, при этом, соответственно, увеличивается производительность. Работка, она, в общем-то, практически не отличается от тех карт урожайности, которые есть у наших конкурентов. Она универсальная, может быть установлена на комбайне, как Росельмаш, так и других производителей. Точность вот в этом сезоне нам коллеги практики сказали, что может составлять менее 1%. После трех калибровок точность вот нескольких хозяйств была подтверждена меньше 50 кг, то есть меньше ошибки, которые может быть на весовой на элеваторе. Ночное видение технологии, которая позволяет ночью оператору видеть так же хорошо, как и днем. В первую очередь, конечно, на юге эта технология востребована при опрыскивании, которая уже, начиная с апреля, производится ночью. Ну и, соответственно, здесь тоже задача именно увеличения экономической составляющей. Для крупных предприятий мы решили вопрос, связанный с идентификацией оператора. Для этого теперь не нужны никакие карточки. В качестве идентификатора, собственно говоря, выступает лицо механизатора. Это позволяет отследить многие процессы, включая параметр, сколько он непосредственно находился за рулем и какова должна быть его заработная плата. Ну и система идентификации прицепного навесного оборудования и процесса выгрузки. Как ни крути, времена меняются, проблемы остаются все те же. Воровство, разгильдяйство и, в общем-то, мы с этими вопросами в том числе помогаем справляться нашим сельхозтоваропроизводителям. К примеру, опция «Транспорт.айди» не даст разблокировать выгрузную шнек и похитить зерно. Вот такая простая недорогая штука, которая работает уже в десятках холдингов нашей страны. Ну и, собственно говоря, в прошлом году еще не было известно к этому моменту. Сейчас могу сказать, что в коллекцию наших медалей и наград добавилась еще одна за разработку технологии отслеживания состояния оператора. Если он начал засыпать, ну или там его сознание каким-то образом поменялось, он начал там сильно моргать, зевать, его голова опустилась, то есть он уснул, то система выдает сначала пронзительный сигнал, если он не проснулся, то машина останавливается. Вот такие простые, незатейливые электронные системы и опции мы разрабатываем. Ну и, собственно говоря, несколько слов про экономику. Мы сравнили, кстати, очень актуально здесь, в Краснодарском крае, работу Торма 785, это флагманская модель, выпускаемая нашей компанией, с автовождением и без. Вот только, собственно говоря, за первую часть уборки зерновых культур выгоды составили более 6,5 гектаров за смену, а это экономия в 3,5 дня, на секундочку, практически в четверть уборочного периода. И очень-очень серьезно это помогает сэкономить за счет самоосыпания. Вот, никто никогда не считал, наверное, в натуральных цифрах, но мы посчитали, что при урожайности почти 100 центнер, вот такую урожайность получают сейчас на Кубани многие хозяйства, потери за несколько дней могут составить до 89 тонн на указанной площади. Ну и, соответственно, благодаря сокращению перекрытий пропусков в более 30% увеличивается производительность, и система окупает себя за половину уборочного периода в два раза. Наша система автовождения стоит там с НДС порядка 800 тысяч рублей, вот, можно купить две и за этот период сэкономить вот такие вот достаточно серьезные деньги. Спасибо большое за внимание. А, уже, да. Спасибо. Вопросы в зале есть? Олег Юрьевич, подождите. Мы вас еще спросим. Скажите, пожалуйста, вот решение очень интересное. А можно ли их приобрести отдельно от комбайна-путрастора Косумаш? И установить, например, на технику, которые у вас есть? Ну, смотрите, вот мы, дабы, процесс разработки достаточно такой сложный механизм, я принимаю участие вот от идеи до реализации уже непосредственно в хозяйство. Вот, и мы как раз-таки до того, как начали в базе предлагать эти опции, начали продавать их как коробочные опции. И задача стояла именно сделать опции, которые будут на все виды техники, то есть универсальны. Поэтому, да, практически все опции, о которых я сейчас рассказывал, это коробочные решения, которые можно установить на комбайн-трактор, там, опрыскиватель и так далее. И не только Руссельмаш. Вот, надо сказать, что для нас это отдельный большой бизнес. Вот, вчера в рамках конференции мои коллеги рассказывали, какие мы сделали достаточно серьезные шаги по импортозамещению до того, и какие, вот, собственно говоря, сейчас перед нами стоят задачи. Проблемы, сложности в микроэлектронике, они были, собственно говоря, и, наверное, до текущего кризиса санкционного. Но мы достаточно успешно с ними справляемся, потому что изначально у нас большинство наших партнеров – это российские компании. Слава Богу, у нас их достаточно много. Но есть вопросы, связанные с нанотехнологиями, с чипами. Это вопросы, скажем так, мирового уже, наверное, порядка. Но я думаю, что и здесь тоже можно будет найти решение, потому что у нас друзей у нас гораздо больше, чем врагов, к счастью. Поэтому, да, можно приобрести. И, собственно говоря, здесь работают наши дилерские организации на стенде. Все, кому интересны детали, пожалуйста, подходите, с удовольствием проконсультируем, покажем, расскажем. Спасибо. В зале не появилось вопросов? Хорошо. Олег Юрьевич, спасибо вам большое за выступление. Спасибо.